Впервые в Мордовии, не боюсь этого слова, в Саранске, Александр Савин, город Воронеж. Спасибо большое, что пришли сегодня. Я очень рад, что у вас так много для нынешних времен, тем более. Это прям аншлаг, и я этому просто от всей души радуюсь. Я, как всегда, у вас так впервые, действительно, составил программу, как и обещалось, там на рванонсе, по-моему, писал такое, да, абсолютно разножанровую, то есть я постарался и рока какого-то, и драм-н-бейсика чуть-чуть, и какого-то там мелодичного хип-хопа, и что-то в этом духе. То есть, для тех, кто меня видит впервые, я тот скрипач странный, который не играет классику как вид. То есть, в принципе, никогда, нигде, ну просто тупо не разучивает, потому что я все время переел, скажем так, мне это просто неинтересно. У меня совершенно другая специфика, и в основном это касается импровизации каких-то таких штук. Вот, сказывается, несколько лет я работаю со всякими джазистами, вот у меня просто мозги перевернуты, совершенно другую сторону. И не играю в шансон. Ну, я думаю, что любители шансона, если есть, то юридичные, и как-то мы с вами это все дело переживем. Марина больше всего горчилась. У меня есть джазовая версия, это несчастный случай Аморкой, но сегодня я играть не буду. А зато начну я с очень странной версии, ну как, не очень странной, сейчас в последнее время довольно модно стало переигрывать на фротопиано все подряд. Вот некий человек, к сожалению, я не нашел кто, переиграл композицию «Бумбокс» в актеры в таком лаунжево-фортопиано стиле. Я туда еще наложил скрипку, сейчас покажу, что получится. «Бумбокс» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Один раз в своей жизни слышал композицию с вокалом Иногда, у меня просто такая манера, я часто сначала слушаю минус, то есть ищу какую-то минусовочку, аранжировку И когда ее найду, я уже на нее больше с какими-то околокомпозиторскими историями накладываю скрипку И после этого, может быть, когда-то слушаю плюс, то есть что задумывал автор изначально, либо вообще не слушаю То есть есть такие композиции, которые даже не знаю, что в оригинале номинально должно быть Бахтеры Бахтеры, это исключение, скорее всего И вот следующего автора я слышал единожды Спустя полтора года, после того, как я игра активная И уже не помню, что это разрешит Вот, но тем не менее У меня одна знакомая, она называется Сыграй куклу Я еще не совсем не понимал, в чем дело Вот, здесь такой элемент Сыграй куклу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Линкин Парк 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Группа Шляпники 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 Притаскивают за уши, даже не за уши, а просто притаскивают, даже легким движением руки, какую-то мелодию, которая совершенно четко на него ложится. Вот следующая композиция, которая называется «На моё море», и там чудесно легкий припев от «Дайдо», ну и имених «Дайдо». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Саша, ты ж татарин. Ну почти. Нет. Это зависит от того, с кем Саша разговаривал. Да. На самом деле всю жизнь жил и думал, какие же у меня есть корни. Но польские и еврейские давно уже понятно было. Ордовские. Поскольку... Очень много, да? Надо поискать. Ордовские. Ордовские. Музыка Санкт-Петербург 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 в ремиксе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И я этому очень рад, и не могу не сыграть их песню, которая называется «Рядом с тобой». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отлично! Браво! Саш, можно вопрос? Да! А почему полтона? Полгода. Не полгода, полгода понятно. Полгода, полгода. Из-за того, что они были в теме в основной? На самом деле нет. На самом деле мне кажется просто, потому что там было у меня три разных мелодии, и они как-то друг в друга переливались. Это четыре мелоды было там. Четыре даже, наверное, да. Четвертый сейчас появился, нейтрализировал туда. Вообще там три странных мелодии. И над друг другом они переливались постоянно. И как-то не знаю. У меня сложилась такая картинка. Когда это не словесное какое-то творчество, а именно инструментальное, тогда просто это, видимо, на уровне ощущения называется. Больше. То есть вот, как я почувствовал. Я просто интуит сам себе. Все вот упирается. Дальше едем. Следующая композиция «Молни Мартинес. Сумасшедший шляпник». Это трек называется. Та история, которую я говорил в первом делении, это тот трек, который не слышал в оригинале вообще ни разу. Поэтому, если вдруг кто-то слышал в оригинале этот трек, прошу просить меня за стопроцентно имеющиеся расхождения с оригиналом. Потому что сложно будет попасть, если не знаешь куда. А минус это что, гармония только, да? То есть ты мелодии не известна, да? Ну, скажем, да. То есть это либо инструментал готовый, в котором, на мой взгляд, не хватает какого-то литмотива. Либо это какая-то песня, из которой просто вырезан вокал, и автор, например, вкладывал там свои мелодии какие-то, а я этих мелодий не знаю. И поэтому я вкладываю свои мелодии на ту же гармонию с той же аранжировкой, по сути. Иногда просто аранжировка это достаточно серьезное дополнение. Вот. Все так всегда происходит. У нас сегодня такой формат квартирник, так что, если что-то интересное, спрашивайте, будем с вами общаться. Сто процентное попадание, не расхождение, а вдруг попадание такое? Ну, такого не было еще. Ни разу. Это авторская версия, да? Своебедение. Мне, собственно, это главная, наверное, причина, не то, что, наверное, это точно главная причина, почему я не играю классическое. Потому что мне интересно один в один это делать. Даже если это переигрывается большей частью в ремиксовом варианте каком-то, то все равно это есть основной ритмотив, который... Все равно рамки какие-то есть. Да. То есть это основная мелодия классическая, которую музыкант играет, и вокруг нее уже навинчивается. То есть Фанесу Мэй мы отметаем? Ну, у нее свое мнение, у нее своя ниша. Окей, Саша, но почему же тогда ты не играешь в джаз? Почему же тогда ты не играешь в джаз? А я бы играл... Матвая свобода! Он розыбку принадет. Я преджазовываю все, что могу, где могу. Тоже немного дамаза, я тогда фендюрю просто... Каждый раз я удивляюсь, когда мне руки несут и мозг. То есть я не успею его отслеживать, и у меня что-то сыгралось уже в этот момент. Вот. А джаз, кстати, проблема в Воронеже скорее. Потому что я с удовольствием играл бы именно джипси джаз, то есть цыганский джаз. Конечно, это же чистой воды твоя тема была. Да. Но в Воронеже я не нашел, к сожалению, музыкантов, которые вообще как-то его играют. Не говоря о том, что я делал это профессионально. А почему я понял, что мне это интересно? Потому что я в Волгограде это делал. То есть я играл в Волгограде с офигенными музыкантами совершенно. Есть такой вот, я сейчас фамилию не спроизведу, но точно это зовут. И у него офигенная команда. То есть там абсолютно какие-то команды музыкантов-импровизаторов. Серега Федоров играет вот сейчас. Какой Серега Федоров? Который ломает стажей. Электростар. Опять же Москва электростар. Он конкретно специализируется на нем. Это все-таки, почему мне нравится играть? Потому что мне это ломает шаблон. А все, что ломает мне шаблон, мне всегда нравится. Опять же, почему, например, меня сейчас побьют, потому что я знаю кто. Немножко раскрою карты. То есть у меня есть смысл. Я сейчас, собственно, с этого трека, с авторского, берет сначала новый альбом. Который будет полностью авторский. И пока я так думаю. То есть я не буду сплевывать, чтобы не сглазить и так далее. У меня есть идея в каждый трек привнести звучание какого-то хорошего музыканта. То есть чтобы это было его видение. В том числе даже надо в какой-то момент его гармония. Чтобы это тоже ломало какие-то клише. Чтобы это не было в одной паре прям все. Потому что это была немножко какая-то амплитуда. А может национальные музыкальные инструменты? А? Национальные музыкальные? Я не стучаю. Просто я об этом пока не знаю. То есть пока в проекте нет. Но я не скучаю. То есть серия, знаете, как... Если это будет, например... То есть это не то, что я хочу ска записать. Ска. И, собственно, если это будет ска, то надо взять профессиональный ска музыкантов. Чтобы это не было стилизацией под ска. Чтобы это именно сыграли скашные музыканты. Хорошие. И вот с этим все вместе выиграли. Игрик было. Вот. Фидбэк какой-то есть от всех музыкантов, когда ты переигрываешь? То есть... Фидбэк в каком смысле? Ну, кто-то услышал тебя? Али, например. А, да? Услышал. Вау, там классно. Ну, вот про фидбэк я чуть подальше поговорю буквально через пару композиций. А, хотя чего подальше. В общем, так... Группа анимация. Совершенно случайно. Во-первых, мы с ним познакомились сначала, когда я играл со своей группой Абрис. На фестивале Баранкин. Мы играли ровно за ними. И это был какой-то, конечно, адский эксперимент. Потому что мы тогда были никому не известной командой. И на фестивале, на который, собственно, анимация в тогда еще собирала... Ну, человек, наверное, 500. Наверное, у нас тут сцены был. И они прям так хорошо, там, таким саундом, с басами, со всеми, сабвуфером, там, врубили такую, прям, очень качественную музыку. Очень качественно сыгранную. И потом мы выходим такие... Придется играть хорошо. С теми и так. И как-то, вот знаете, иногда бывает такая история. У меня в детстве так было. То есть, меня прям кидали, как щенка, в воду. То есть, давали вот произведение, например, во втором классе, произведение пятого класса у меня было. То есть, музыкальная школа начального, правда. И вот мне дали это... И вот мне приходилось это делать, потому что экзамен впереди. И мне надо это было сыграть. То есть, и вот от безвыходности я его играл. И так же, наверное, было вот в том числе и с Абрисом после анимации. И тогда несколько музыкантов прям познакомились, короче. То есть, мы не оплошали, слава богу. И толпа почти осталась вся. То есть, эффект фестиваля, когда какая-то группа выступила, которого все ждали, скандировали с лозунгами, с транспарантами. И дальше ждут, а что же будет сейчас? Не повисится ли градус? Ну, сейчас мы, конечно, пойдем, потому что мы дальше там ни за кого не знаем. Но на всякий случай надо послушать. Ну, а вдруг? И вот это очень хорошая лакмусовая бумажка. То есть, когда понимаешь, что народ остается, и вот это вот прямо греет чуть ли не больше всего. То есть, понимаешь, что именно когда этот народ тебя не знает, вот еще важно, когда народ тебя не знает из группы, и когда он остается, это очень классно показать. Потому что это, кстати, одна причина, почему я люблю еще на улице играть. Потому что народ часто, особенно на улицах не знакомых городов, когда народ вообще тебя не знает, и когда ты видишь живую естественную реакцию, то есть, полностью весь спектр. То есть, если, например... Самой лучшей живой реакцией у тебя была, когда мальчик на лопате играл. Да, это Матвей. Это чудесный мальчик в Воронеже, который всегда танцует. Причем он очень интересно реагирует, ему там года два надо, может, с копеечкой совсем. И он смотрит совершенно умным взглядом на тебя. То есть, я смотрю на него, он смотрит на меня. Я его пытаюсь... Ну, там, это... Брат, улыбнись там, ну... Брат, он думает, что он с тобой этот... Шпримей, танцуешь там, что... Дядя с тобой разговаривает... Он тебя это смотрит. Ну, только я начинаю играть, он... Не убирая взгляд, начинает... Так, что... Вот это у него движение любимое. И когда он... Его то ли родители... Не, не родители, кстати. Это вот он сам придумал. Он ходил с лопаточкой. И смотрит... А лопата, ну... Понимаете? Только зеленая. То есть... Можно... Гипотетически... Пару снежинок скопать. Вот. А и он... Собственно... Ну, форма похожа, похоже. Значит... Как я играю? Вот так. И он тоже, значит... Большей частью... Именно широкой стороной... Лопаты... Вот так установится... Берет палочку... И начинает вот это вот делать. Еще и начинает... Когда начинаешь что-то такое... Массированное играть... Он начинает тоже вот так вот... Делать палочку вот так вот... И горзать больше. При этом... Взорование меняется... Взгляд не меняется... И выражение лица меняется тоже... То есть... Он так умно смотрел... Он продолжает... Он аккорды запоминает... Ладно, ребята... Много говорим... Это хорошо... Музыка тоже хорошо бы играть... В общем, да... Собственно... Мелоди Мартинус... А... Ты про Кулясова начали... А? Ты про Кулясова начали... Да... У меня голос сошел с Мелоди Мартинус... То Кулясова, да... Выложили... Собственно... Игру... Я играю анимацию просто... Иногда... То есть... Какие-то треки... Я нашел... Играю... Я люблю свою Ронину... Это известный хит... Вроде бы... И... Где-то я играл в Воронеже... И... Собственно... Какая-то девочка... Фанатка анимации... Выложила у себя... Там... Типа... Посмотрите... Какая версия... И вот... Это дошло постепенно до... Кулясова... До официальной группы... Там... Куча комментариев там была... Всякая... И... В общем... Какой-то момент... Мы совершенно спонтанно... А... Я приезжаю на Грушевский фестиваль... Это... Где-то... Четыре утра... То есть... Все спят там... То есть там... Палаточный лагерь значит... Он весь спит... Четыре утра... Не очень... Я прекрасно понимаю... Что они играют... Но не очень... Понимал... До того момента... Как это все выглядит... То есть... Кто играет... Кто поет... Как это выглядит... Солист... Вот... Мужик какой-то... И... Собственно... Человек... Который... Нас ждет... И... Нас ждет... Собственно... С Димой Дубровым... Со всеми делами... И... Она сидит... И вот... Костик... А это вот Саша Сан... Приятный... Костик Кулясов... А где ты тебя видел? Сказал... Костя... И потом мы дошли до того... Что... Как бы он меня видел... Вот это видео... И он говорит... А давай с тобой... Сыграем там... Несколько... Концертов... И вот в чем... Получилось так... Что мы с ним... Проездили... Несколько концертов... Сыграли... И вот... Группа Анимация... Композиция Дневника... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! Спасибо! ! Спасибо! 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 Волк farewellوا! Волк ADHy né! ня! которая перепела группу Максим, которая играла в КВЛ прошлого сезона почти весь сезон. Собственно, может быть, кто-то слышал и оттуда. И потом взяла название певица Максим. Издалека долго играет Максим Волга. Друзья, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли сюда. Это очень важно, это действительно очень ценно для меня. Особенно в эти непростые времена. Но мы о них же сегодня говорили и не будем дальше говорить. Большое спасибо за то, что приняли. Алексей. Мне кажется, было все уютно и очень по-домашнему. Это каждый концерт. Саша, напоследок из Рамштайна, пожалуйста, у тебя есть. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас, секунду. Да, хорошо. Сейчас. Сейчас, через него. Соня? Да. А мы еще укладываем все нормально. Это очень странная версия группы Рамштайн. Да и хрен с ним. Я очень странную фразу говорю. Сейчас я на минуту, чтобы понимали, почему она странная. Странная версия. Странная версия. Странная версия. Это тоже считают модеревикой. Странная версия. Слушай. Да. 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 Играет музыка 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 Играет музыка